Слава Иисусу Христу! Во-первых, у вас очень приятная атмосфера, и я очень рад, что между вами много детей, это будущее. Наша церковь, мы верим, что церковь это как семья, должны быть и дедушка, и бабушка, мама, папа, дети, внуки, все поколения. Если в церкви только старшие люди, значит это какой-то перекос, и если только одна молодежь, это тоже какой-то перекос, потому что дети это наше не будущее, а сегодняшнее, то, что Господь дарует нам. У нас женой четверо детей, я женился довольно рано, мне было 19 лет, жене 16 лет, сейчас мне 35 лет и старшему сыну 15 лет. И знаете, младший сын Майкл, сын старости, ему 4 года, и он такой интересный, малый растет, они все разговаривают английским языком, на английском языке, и он как-то вечером приходит ко мне и что-то хочет просить. Я вижу по его глазам 4 года, что сейчас он будет что-то просить, чтобы что-то я ему сделал. Вы знаете, дети, точно как и наши жены, они перед тем, как что-то просят, они красиво говорят, они находят подход к мужчинам, к мужьям своим, и сначала говорят, ну ты такой красивый, ты такой хороший, я так тебя люблю, и после этого надо ожидать уже, что они хотят просить. И вот этот сын Майкл, он пришел ко мне за стол, обнял меня, так вы знаете, и подбирает украинские слова. И крутится, и говорит, тату, ну знаешь, я хочу тебе сказать, папа, я хочу тебе сказать, и он ищет правильное слово и смотрит на меня и говорит, ты нормальный пацан. И вы знаете, друзья, я рассмеялся, но его слова тронули мое сердце, потому что он в простоте детской. Он пришел, и он сказал то, что он думает, он это объяснил от своего чистого сердца. Я его обнял, говорю, Майкл, что ты хотел? Он говорит, ну я хочу, чтобы ты мне купил это, и вот это, и вот это купил мне. Я говорю, Майкл, ты знаешь, я очень тебя люблю, и я сделаю это для тебя. Друзья, я посмотрел на этого ребенка и подумал себе в мыслях, точно так же само Бог любит нас. Вот точно как мы любим наших детей, Бог так же само любит нас. Мы иногда восхищаемся нашими детьми, мы прощаем их недостатки, мы готовы что-то покрывать. Мы любим, когда дети наши, они откровенны, когда они открыты к нам. И Бог любит, когда мы точно так же само ведем себя с Ним, когда мы просто открыты к Нему. Я был на одном посещении, и вы знаете, звонит старший сын, и мы только купили новый телевизор. Костка, это очень удобно, вы знаете, можно на кредитную карточку купить хороший телевизор. И мы поставили этот телевизор, и он звонит, говорит, папа, тут стала маленькая мелочь. У нас, я попал мячом в телевизор, и вот получилась трещина такая. Я говорю, Алик, я сейчас с людьми, давай приду вечером, и мы вечером посмотрим. Я вернулся домой, вы знаете, они американским футбольным мячом с другом бросали мяч и попали в телевизор, и там прямо дырка в телевизоре, вот такая огромная. Я посмотрел на этот телевизор, совсем его не ругал, не дисциплинировал. Говорю, сын, ты понял урок для себя? Папа, я все понял. Вы знаете, друзья, я удивляюсь, что Библия говорит, будьте как дети. Библия говорит, чтобы мы были простыми, открытыми, доступными. Чем мы становимся старше, тем более мы очень знаем, что сказать, а что не сказать. Как себя правильно повести, а как возможно так рассказать, чтобы никто ничего не понял, о чем вообще идет речь. Но Библия говорит, будьте просты, будьте простыми. Я сегодня предлагаю нашему вниманию послание Иакова. Друзья, вообще Библия – это прекрасная книга. Нету лучшей книги, нежели Библия. Библия, она подходит на все случаи жизни. Она открыта. В ней очень много истин, принципов, пожеланий, простых советов. Библия, она очень много историями. Я своим детям говорю, что сегодня молодежь, они любят читать, вы знаете, фантастические какие-то рассказы или смотреть фильмы. Я говорю, Алик, тебе 15 лет. Если ты возьмешь старый завет и почитаешь о пророке Елисея, если ты почитаешь о Иосифе, то все книги, которые сегодня пишут авторы, они далеко могут спрятаться по сравнению с тем, что пишет Библия. Это не просто выдуманная история, это реальная жизнь. Но вы знаете, меня удивляет особенно Новый Завет и удивляет особенно послание Иакова. Если мы посмотрим, апостол Павел написал послание римлянам. Напомните, сколько глав в послании римлянам? 16 глав. И апостол Павел разделяет. Он 8 глав пишет теории и 8 глав практики. Ефесянам Павел пишет половину теории и половину пишет практики. Вы знаете, я смотрю, что это очень похоже на нашу жизнь. В первом классе дети изучают 90% иллюстраций и 10% серьезной пищи. В пятом классе 50 на 50. Но в двенадцатом классе 10% иллюстраций и 90% серьезной пищи. Но послание Иакова имеет сколько глав, напомните? Пять глав. Оно очень разнится с посланиями, которые писал апостол Павел. Иаков пишет все пять глав и там нет вообще теории. Там полностью вся практика. И там такие темы, которые были актуальны в момент написания. Приблизительно 61-64 год. Говорят, что Иаков, история говорит, что он был пастором Юрисалимской церкви. Этот человек был особенный. На его коленях были большие мозоли от того, что он много времени проводил в молитве. И вот гонение на христиан. Иерусалимская церковь. Евреи, они рассеялись. И Иаков выбирает и пишет письмо именно к этим людям. И это практическое письмо. Друзья, и он пишет такие темы, как о нашем человеческом языке. Он говорит о том, что язык это большая сила. Вы знаете, что самый сильный мускул в нашем теле, это наш язык. Если бы он мог что-то поднимать, он мог бы поднимать 72 килограмма. И Библия говорит, что это как язык, большой источник, который может принести много проклятия и может принести много благословения. Иаков говорит, что не может из одного источника. Но он говорит, что и этот источник может это делать. Большой корабль, маленький штурвал. И вы знаете, этот штурвал управляет всем кораблем. Точно так же самое он приводит пример и с нашим человеческим языком. Друзья, но он говорит еще много истин. И сегодня я хотел бы обратить внимание на то, что он говорит о книге Библии. И как он советует. Давайте мы вместе с вами будем читать 1 глава с 22 стиха и по 25 стих. 1 глава с 22 стиха и по 25 стих. Иаков говорит, будьте же исполнителями слова, а не слушателями только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово, но не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своих действиях. Если мы возьмем эти несколько стихов, мы определим, что ключевое слово здесь блажен. Вы знаете, мы люди часто неправильно понимаем слово блажен. Я слышал, как люди говорят блажен, говорят на человека, который умственно в чем-то отстает от других людей. Он странный, или где говорят, оставь его, не трогай, он блажен. Но вы знаете, посмотреть в словаре, перевод слова блажен означает высшая степень счастья, благословен. Это человек, у которого удача, это человек, у которого получается то, что он делает. Друзья, мы хотим быть блаженными, правда хотим или нет? Мы хотим, чтобы не только мы были блаженными, мы хотим, чтобы наши дети были блажены, наши внуки блажены, что все наше ротство, чтобы все мы были блаженными. И Иаков предлагает формулу. И он говорит, друзья, если вы хотите быть благословенными, другими словами, высшая степень счастья, я вам предлагаю простую формулу, по которой вы должны следовать, и тогда вы будете блаженны в своем действовании. 22 стих, он начинает и говорит, будьте же исполнителями слова, а не слушателями, только обманывающие самих себя. Друзья, Иаков говорит о слове, говорит о Евангелии, он говорит о Библии, говорит о слове Господа, которое мы читаем. Иаков говорит и разделяет слушающих слова на две категории. То есть он говорит к христианам, он не говорит к неверующим людям, он обращает внимание к церковным людям. И он говорит друзьям, что в зале дома молитвы, я сегодня не собираюсь делить кого-то, я просто говорю, что пишет Библия. В зале есть две категории людей, все слушают слово, но делятся люди на две категории, люди, которые исполняют слово, и люди, которые просто слушают. Вы знаете, интересно, что две категории могут согласиться с этим, что они услышали. Они могут сказать, Господи, Ты так говорил, Ты так говорил ко мне, спасибо Тебе за слово, но не исполнить. У нас четверо детей с женой. И вы знаете, я говорю, вынеси ребенку мусор. Ребенок услышал меня, но он этого не сделал. Через 20 минут я зову его, и он говорит, папа, я забыл, я замотался, я забыл. Но есть ребенок, которому ты говоришь, вынеси мусор, он тут же берет и делает то, что ты его попросил. Иаков говорит, что в церкви есть две категории людей. Но далее он говорит следующие слова. Он говорит, будьте же исполнителями. Он желает, чтобы мы входили в категорию, которая исполняет слово. Друзья, которые исполняют слово, исполнительны. То есть они делают то, что им говорит Бог. И он говорит дальше. Они слушателями, только обманывающих самих себя. То есть я ко вторую категорию он относит к людям, которые обманывают сами себя. Слушатель, который услышал слово, но его не исполнил. Он обманывает сам себя. Друзья, я задал себе вопрос. Я знаю, что можно обмануть ближнего, родителей. Можно обмануть людей. Но у меня вопрос. Вы пробовали когда-нибудь в жизни обмануть сами себя? Это же глупый человек, который обманывает сам себя. И вообще, как возможно обмануть самого себя? Я вспомнил историю, которая была в 17-18 лет в моей жизни. Я заканчивал юридический факультет в городе Черновцы. Я сидел на последней парте. У нас и шел урок. И вы знаете, сын декана, который преподавал цивильное право. Я сидел на последней парте с ребятами. Мы занимались ерундой во время урока. И он остановил урок, сказал, ребята, вы в конце там. Через месяц или два будет экзамен. И мы посмотрим, как вы посмеетесь. Мы, ребята, забыли о том, чем он сказал. Нам было весело и хорошо. Но я помню, когда пришел день экзамена. Я вырос в христианской семье. Я знал Бога. Я встал с утра, оделся, собрался. И я вышел пешком для того, чтобы прийти в университет. Это приблизительно заняло 15 минут. Я шел по дороге и искренне моллился перед Богом. Господи, Ты знаешь, что у меня сейчас экзамен. Ты знаешь, что мне надо сдать этот экзамен. Помоги мне, чтобы я сдал. Я подошел к университету. Я зашел в аудиторию. Перед классом, где был экзамен. Я видел, как мои друзья, они зубрили своих тетрадей именно эту тему. Я смотрел на них и думаю, что мне зубрить? Если я христианин, Бог мне поможет. Друзья, я помню, как я вошел в класс, где был экзамен. Я вытянул билет. Было три пункта. Я посмотрел. Я не знаю ни одного ответа. Я сел за парту подготовиться. Сидели мои друзья, одногруппники вокруг меня. Я сел отвечать перед преподавателем. И как вы думаете, я сдал экзамен или нет? Я услышал приятное слово. Два балла. Увидимся в следующий раз. Друзья, я вспылил внутри. Я вышел, улыбаясь, потому что мои люди не христиане, которые стояли в фойе. Я вышел туда. Они спрашивают, как дела. Я говорю, все окей. И вышел с университета. И всю дорогу я выговаривал Богу свои негативы. Господи, я же так молился. Я так тебя просил. Я же просил тебя, помоги мне сдать этот экзамен. И ты мне не помог сдать этот экзамен. Почему? Друзья, со временем я понял для себя. Я обманул сам себя. Было время, когда нужно было учиться. Но я не учился. Я просто слушал. Но пришло время сдавать экзамен. Как это похоже на нашу духовную жизнь? Иаков не говорит об университете, учебе. Он говорит о духовной жизни. Когда мы не сдаем экзамены. Когда мы вспылили. Когда наши глаза смотрят не туда, куда нужно. Когда в нашем сердце горечь, зло. Когда у нас зависть в сердце. Когда мы не слушаемся родителей. Когда у нас нет любви к нашему старшему поколению. Друзья, это все складывает то, что мы обманываем сами себя. Почему? Потому что мы не исполняем Слово. И он говорит просто и доступно. Если ты хочешь проходить эти жизненные духовные экзамены. Ты должен не просто слушать Слово. Ты должен исполнять его в своей жизни. Потому что так говорит Слово. Буквально вчера было молодежное общение. Вы знаете, в одной украинской церкви в Филадельфии. И меня подростки спросили, что нам делать. 14-16 лет, когда родители не понимают нас. Мы не находим общий язык. Родители говорят одно, а мы говорим совсем другое. Вы знаете, эти подростки думали, что я молодой человек. И я сейчас им посоветую, что надо идти с родителями в разрез. Я сказал, дети, а что пишет Библия? Они замолчали. Библия пишет, повинуйся. В украинском переводе написано, шануй, батька-то, мать. Тебе это нравится, не нравится. Ты этого хочешь, не хочешь. Это написано, слушай папу и маму, для того, чтобы ты был благословен. Все, кроме греха. И вы знаете, когда ты говоришь, что это написано в Библии, в слове, у них нету больше никаких, как говорят молодежь, excuse. У них нету никаких оправданий. Они не знают, что больше сказать. И Яков говорит, он говорит, друзья, Бог хочет, чтобы мы не просто были слушателями, но чтобы мы исполняли то, что говорит Господь. 23 стих дальше Яков говорит, ибо кто слушает словом и не исполняет, он говорит о категории, которая не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тот час забыл, каков он. Вы знаете, сегодня Бог нам дал в жизни зеркало, и мы все пользуемся зеркалом. Я удивляюсь, женщины больше времени проводят перед зеркалом, но вы знаете, мужчины хотя бы один раз в день, они заглядывают на себя в зеркало, чтобы мы привели себя в порядок, прическу нашу, внешне, чтобы мы, когда встретимся с другими людьми, им было приятно увидеть нас. Я помню мой переходной возраст, вы знаете, когда неприятные прыщики бывают на лице, я каждый день тщательно смотрел на себя, чтобы, когда я встречусь с людьми, никому не было неприятно стоять и разговаривать со мной. Иаков говорит о каком-то духовном зеркале. В то время, когда писал Иаков, не было зеркала. Это был металл, который был сильно наполирован, и человек смотрел и видел, какой он в реальности, как он выглядит. Иаков сравнивает людей, которые не исполняют слово, только слушают. Он говорит, это люди, которые смотрят в зеркало, они увидели, каков они, отошли и забыли. Я, вспоминая, говорил, что я рано женился. Вы знаете, я вспоминаю, меня исполнилось 16 лет. У нас было три брата в семье. И папа собрал нас и сказал так, хлопцы, хватит, мама не будет накрывать вам на стол еду, не будет утюжить вещи. Вы должны сами стирать носки, утюжить вещи. И мама приготовила кушать, поставила в холодильник, вы вытянули, нагрели и сами покушали. И мы, вы знаете, возмущенно, три пацана, возмущенно, папа, что такое? И он продолжил. Он говорит, слушайте, вы женитесь и пойдете жить себе отдельно, а мне мама останется на старость больной. Нет, так не будет. И ее не надо загружать так сильно работой. И, друзья, вы знаете, я помню воскресенье. Я собираюсь в церковь, я уже научился, я ему благодарен за то, что он заставил нас это делать, потому что я сегодня умею поутюжить вещи, и что нужно сделать. Я помню, как я в воскресенье решил, вы знаете, сократить путь. Я вытянул рубашку в воскресенье с утром, и думаю, на улице дождь, я одену рубашку, сверху курточку. Зачем я буду гладить всю рубашку? Я поглажу только спереди рубашку, одену курточку, курточку не буду снимать, и пойду в церковь. Друзья, я точно так сделал. Мне было, наверное, 17 с половиной до 18 лет. Я поутюжил спереди рубашку, одел курточку, пришел в церковь, и помню, что там была моя будущая жена, ее звали Оля, и зовут сейчас Оля. И я ее постоянно приглашал в воскресенье вместе на пиццу. И ее папа не пускал ее со мной. Но в это воскресенье я думаю, ну просто спрошу, может она пойдет. И вы знаете, я спросил ее, и она мне говорит, что сейчас спрошу у папы. Спросила у папы, и отец ее отпустил со мной. Я в такой эфории, с радостью. Мы пришли в самую хорошую пиццерию города Черновцы. На улице осень, холодно, мы вошли внутрь. Вы знаете, Оля снимает пальто, вешает на вешалку, и я вспоминаю, что у меня неутюжена рубашка. И я, вы знаете, спокойно в курточке. Она говорит, раздевайся, здесь же жарко. Я говорю, не, все нормально, я хорошо себя чувствую. Вы знаете, друзья, прошло где-то около полчаса. Я забыл о том, что у меня неутюжена рубашка. Я снял свою курточку, она улыбнулась. Она по сегодня мне вспоминает этот момент. Я забыл. Она улыбнулась и посмотрела, вот почему ты не хотел снимать курточку. Иаков говорит о христианах, и он точно так же самое проводит параллель духовной жизни. Он говорит, друзья, слово Господне является зеркалом, зеркалом духовным. Мы пользуемся зеркалом физическим, каждый раз смотрим в него. Но интересно, что вот это духовное зеркало, которое показывает внутреннего моего человека, оно показывает, какой я на самом деле. И когда я читаю это слово, я начинаю видеть себя. Я начинаю видеть мои ошибки, мои сильные стороны. Я начинаю видеть, чего Господь хочет от меня в моей жизни. И представьте себе, что я посмотрел в зеркало, закрыл, и я забыл, каков я есть на самом деле. Друзья, у меня очень часто случается в жизни, читаешь с утра Библию, читаешь Писание, и Бог говорит о любви к другим людям. И на протяжении дня получается конфликтная ситуация. И я просто, как только ты чувствуешь внутри, мы христиане, я верю в то, что мы боремся с этим, но и чувствуешь, как внутри, как спичку подожгли, и кажется, сейчас ты взорвешься от вот этой, вот знаете, такие святые, аж злые. И я вспоминаю, что Библия пишет. Любите, прощайте, ты же утром читал. Я говорю, Господи, ты показал мне, каков я есть на самом деле. Господи, ты мне показал, над чем мне нужно работать. Я понимаю, о чем ты говоришь. Поэтому Яков говорит, друзья, это не просто книга, которая в нашей жизни, она лежит на полке, мы иногда ее просматриваем. Яков говорит, но мы должны не только слушать, мы должны исполнять. Мы должны не только исполнять, мы должны еще смотреть туда, какие мы на самом деле. Вы знаете, один человек, это история, которую рассказывал отец с нашей церкви. он говорит, что они делали ремонт дома, у нас в Калифорнии есть три ящика, есть green waste, recycle garbage. Green waste, это зелень, там косят траву и сбрасывают траву. Этот отец, вы знаете, в один день делали ремонт, он в этот green waste запаковал полный мусорный ящик с щитроком, который срывали стен, и сверху присыпал травой. И поговорил своему сыну, выкатим, вот как мы славяне можем обойти американцев, они даже не догадаются, что там щитрак внутри. Вы знаете, он говорит, я просыпаюсь в воскресенье, спускаюсь в лавинрум со второго этажа, сидит сын, пьет чай, и говорит, папа, ну что, мы сегодня в церкви будем каяться с тобой? А папа говорит, в чем будем каяться? Вы знаете, этот человек свидетельствовал, говорил, я когда пришел в церковь, было общее пение, я встал с своего места, пошел к своему 17-летнему сыну, подошел к нему, обнял его, сказал, сынок, я хочу попросить прощения у Бога и у тебя. Папа неправильно поступил. Друзья, Библия, слово, которое является духовным зеркалом, если мы туда не смотрим, мы не узнаем, каковы мы на самом деле. Мы не смотрим, не сможем себя увидеть в реальности. Но дальше Яков продолжает, и он говорит, 25-й стих, он говорит, но кто вникнет в закон совершенный? Друзья, Яков называет слово Господне закон совершенный. Совершенный означает, у него нету никакого недостатка. И он говорит о категории вникнет. Вы знаете, слово вникнет означает, кто будет углубляться, кто будет закапываться, кто будет узнавать, пребывать, кто будет постоянно интересоваться. Я хочу вникнуть в ситуацию и в жизнь моих детей. Я не хочу просто быть поверхностным. Я хочу узнать, что происходит внутри их. И вы знаете, когда дети приходят и говорят, рассказывают нам что-то, и в конце оборачиваются, и говорят, папе и маме говорят, and by the way, и говорят, и между прочим, вот это самое главное, с чем пришли наши дети. И здесь надо внимательно слушать, что они скажут. Иаков говорит, ибо кто, он говорит, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы. Вы помните, Иоанна 8 глава, Иисус говорит, если вы пребудете в слове, то вы будете истинно моими учениками и истина сделает вас свободными. Если вы пребудете в слове, эти люди только покаялись. И он говорит, друзья, первое пожелание, пребудьте в слове, и вы будете тогда моими учениками. А если вы будете моими учениками, тогда истина сделает вас свободными. Иаков говорит, и говорит то же самое. Он говорит, закон свободы и пребудет в нем. Слово пребудет означает остаться и пребывать там. Вы знаете, и Дух Святой Иисус Христос говорит, что я пошлю вам Духа Утешителя, который пребудет с вами, который не только пришел и ушел, который постоянно будет с вами. Он сравнивает это с чтением Библии. Иаков и говорит, если ты пребудешь в слове, то есть слово твое будет каждый день с тобой. Я сегодня удивляюсь возможностям, которые мы имеем. Телефон, iPad, компьютер, переводы Библии. Друзья, сегодня огромнейшая библиотека, 32 тысячи книг помещается у меня в небольшой электронный гаджет. Пожалуйста, читай, но проблема в другом. Сегодня дьявол так заматывает жизнь нашу, чтобы у нас не было времени добраться к этому слову. Он так загружает наш проблемами, работой, билами, пейментами и все остальное, как один из братьев у нас говорит, братья, я уже не могу здесь в Америке. Открыл форточку, проветрить квартиру, два била залетела форточку. И действительно, я смотрю, суета вокруг сегодня настолько большая, что нету времени просто сесть с утра, открыть Библию, сделать кружку чая и сказать, Господи, я хочу сегодня услышать Твое слово. Когда в последний раз это было в нашей жизни? Когда в последний раз кружка чая или кофе мы вышли на бакьярд? Я перехожу к друзьям, шикарнейшие бакьярды, джакузи, бассейн, все красиво, я говорю, как у тебя здесь классно? Он говорит, я здесь бываю 4-5 раз в год. Друзья, Яков говорит, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и прибудет, прибудет, будет постоянно, прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в действиях своих. Вот это простая формула. Моя бабушка, ей 90 лет, она говорит, Вадим, я каждый раз, когда прихожу в церковь, сейчас, она говорит, то после окончания церкви я выхожу и возле входных дверей, и я говорю, Господи, Ты мне сказал вот это, вот это и вот это. Если у меня нету, что Бог мне сказал, я потратила даром два часа. Друзья, я задал себе вопрос, вспомните воскресенье, а что Господь нам сказал в воскресенье на служении? А что Бог нам сказал прошлое воскресенье? И вроде бы мы приходим, мы слушаем, и говорят, такие проповеди, брат так говорил, так брат сильно говорил, а про что брат говорил? Ой, я не помню, но дуже хорошо говорил. Друзья, Библия, вот эта формула, эта формула к блаженству, к счастью. И вы знаете, Иисус говорит, ищите больше Царства Божьего, все остальное приложится вам. И я смотрю иногда на наших детей, на своих детей, вот этот младший сын, четыре года, он хочет что-то поднять, и я ему хочу помочь. И знаете, как они себя, дети ведут? Оставь, я сам, я знаю. Ты ему еще не успел объяснить, что к чему? Я знаю, я сам, тату, веди ты, я сам, я сейчас сам взроблю. И ты стоишь сбоку, и смотришь, он мучается, 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 а уже устал. И потом оборачивается, ну ладно, тату, ну он мне делает одолжение, вы знаете, типа он мне делает, ну ладно, папа, давай, помоги мне это сделать. Друзья, я иногда смотрю на это, вижу себя, как я пробую что-то поднять, сделать, организовать, устроить, а Бог стоит сбоку, он улыбаясь, говорит, Вадим, может я помогу тебе? Господи, я сам, я знаю, как заработать деньги, я знаю, как решить вопрос, я знаю, как это сделать, я знаю, как это сделать. И после нескольких попыток, когда уже не можем мы это сделать, мы обращаемся, и уже как будто делаем одолжение Богу, ну давай, помоги нам. Яков говорит просто, доступно и практически. Он говорит, друзья, ты хочешь быть успешен в жизни, ты хочешь быть благословен, ты хочешь иметь радость, простая формула, Библия, не просто ее слушай, исполняй, не просто исполняй, заглядывай каждый день, чтобы увидеть себя, каков ты есть на самом деле, пребывай в этом слове, и тогда ты будешь благословен и блажен в своем действовании. Я сегодня хотел бы пожелать каждому из нас, чтобы мы не только сами читали, друзья, но чтобы мы находили время читать с нашими детьми, чтобы мы находили время молиться с нашими детьми. Я сегодня часто слышу уже около 10 лет служителям в церкви, последних 3 года ответственный пастор в церкви, я, к сожалению, много слышу, как дети говорят, а мои родители никогда со мной не молятся, мои родители никогда не читают со мной Библию, я говорю, дети, так а что вы молчите, возьмите Библию, идите к родителям и говорите, папа, давай вместе почитаем Библию, а что вы ждете, что они должны прийти к вам? Ну, я себе думаю, друзья, по 30-40 лет приходят в церковь, приходим, правильно сказать, я себя, к себе первому говорю это, по 30-40 лет ходим в церковь, и вы знаете, я смотрю, что наша жизнь приходит иногда в состояние утром, Господи, спасибо, благослови, будь со мной, аминь, выбежал в двери, вечером пришел, упал на колени, обессиленный, Господи, спасибо, сохранил, спасибо, что был со мной, благослови, аминь, и выключился. Я смотрю, не только здесь, но и много так же самое мы относимся к нашим родителям. Я своей женой как-то говорил, говорю, когда последний раз мы пришли к маме с папой, к своим родителям и сказали, мама, я просто пришел к тебе на чай. Вы знаете, здесь в Америке нет, нас четверо детей, мы позвонили, мама, ты дома, дома, подъехали под дом, открыли тихонько двери, детей запустили к родителям, двери тихонько закрыли и сказали, что приедем через два часа. Переехали через четыре часа, мама, мы спешим, надо бежать, детей забрали и уехали домой. И вы знаете, я как-то на день мамы в церкви, мы проповедовали об этом, я взял и приехал к своей маме, сел за стол, налил чая. Я говорю, мама, я просто пришел с тобой попить чаю, помолиться, поговорить. Вы знаете, первый вопрос, что случилось? С удивлением. Почему? Потому что, друзья, когда последний раз мы это делали? Когда последний раз мы обнимали наших родителей, говорили, что мы их любим? Когда последний раз мы говорили нашей жене, что она самая прекрасная для нас, что Бог ее подарил. Когда последний раз мы говорили мужу, жены, что он сильный, хороший, отважный мужчина. Вы знаете, человек свидетельства пришел домой, принес чек. И жена говорит, что ты принес? Две с половиной тысячи. Вон Вася через дорогу принес шесть. Иди к Васе и спроси, как надо зарабатывать. Друзья, я говорю сегодня о людях, которые знают Бога. Когда последний раз папа вернулся с работы, принес чек, и мама собрала всех детей, подняла этот чек к Богу и сказала, дети, Бог дал здоровье нашему папе, и наш папа заработал деньги. Мы не имеем недостатка. Давайте мы сейчас помолимся за нашего папу, чтобы Бог его еще благословил, чтобы он мог заработать на наши нужды. Друзья, я спрашиваю себя, когда было это последний раз? Библия пишет об этом. Эта книга пишет об этом. Она говорит, вы посмотрите, две вещи, которыми Иисус завоевал всех людей. Две вещи, которыми Иисус завоевал всех людей. Первое, это любовь. Любовь ломает все. И второе, Он служил людям, и люди Его любили. Он любил людей, и Он служил людям. Друзья, у нас в семье, мы должны любить нашу семью, и мы должны служить нашей семье. Мы в церкви должны любить нашу церковь и служить церкви. Тогда будет результат такой, как был у Иисуса Христа. Почему? Потому что это говорит Библия. Это не просто философия, это Библия. Я желаю каждому из нас, себе в первую очередь, чтобы эта книга, она была моим духовным зеркалом, изменяла меня изнутри. Чтобы это было в добро и в благость моей жене, моим детям и людям, которые окружают Меня. Тогда все узнают. Вы помните, как Иисус говорит, как все узнают, что они Его ученики? Если что, они будут иметь между собой бизнес, организацию, договора, уметь красиво говорить, машины хорошие. Что Он сказал? Что надо иметь между собой? Любовь. 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 Все узнают, что вы мои ученики. Друзья, нам приятно быть вместе с вами. Приятно действительно. Павел сегодня откровенно сказал, я скажу, и мне очень приятно быть. Мы только вошли в церковь, встретились с вашим пастором, хотя у нас много общих друзей. Мы не знакомы были до этого. Но, как говорит Вальдемар Цорн, бывают моменты, когда ты раз и чувствуешь, это наш человек. Ну, это человек, который приятный твоему духу. Человек такой же самый христианин. То есть, очень приятно. И нам приятно быть с вами. Мне очень приятно, что у вас так много детей. Это сегодняшнее. Вкладывайте, стройте и не забудьте. Нужно исполнять, заглядывать и пребывать в Слово Господне. И тогда Господь нас благословит. Аминь. Помолимся. Продолжение следует...